как-то мы смотрели фильм жанна люка гадара и напомним что дмитрий александрович обратил внимание на самое начало картины где звучит фраза жаме до никогда вдвоем а вот сегодня как раз только вдвоем и никогда втроем никогда вчетвером это такой структурный принцип фильма который можно будет поговорить именно в качестве такого структурного конструктора и личности и семьи человеческих отношений я думаю каждый кто знаком с бергманом однажды спрашивал самого себя как это так получается что этот швед знает что-то важное обо мне это совершенно обычная ситуация для зрителей хороших зрителей бергмана на уровне какой-то удивительная такой гуссерлевской интерсубъективности он закапывается глубоко внутри нашего сознания наших снов наших мечтаний и что-то такое открывает нам в нас и всем зрителям друг к друге что как в этой картине казалось бы не относящийся непосредственно не к семейной ситуации я думаю для большинства из нас не вот к таким тоже моделям универсальном отношении тем не менее вдруг оказывается что на уровне интерсубъективности это работает но обратим внимание как я хотел с самого начала предупредить на форму картины перед тем как говорить о содержании потому что форма 2003 год фильм фильм уже после догвеля снят после того как в кинематурга пришла цифра после разных вывертов авангардистских и тем не менее он такой очень радикальный решительный например обратите внимание как бергман меняет когда-то ненужный ему динамический образно-статический раз и врезал фотографию один другой раз третий а помните как часто кинематограф совершенно ненужные показывает сцены вот герой едет едет доехал открывает дверь наконец зашел теперь мы узнаем что он на месте ничего этого не нужно бергман он сразу непосредственно нас помещает в каждую конкретную сцену если нужно вам условности виде фотографии природы он врезает три фотографии подряд и вот вы понимаете что вы находитесь на природе а природа между прочим уллюзорная единственная как кажется натурная сцена здесь снята в павильоне когда карен бежит это не настоящая природа поэтому здесь такой догвелевский брехтовский мир в котором самого начала задается система условности ну и другие тоже вот такие очень важные моменты сразу нужно заметить которые будут ключами для понимания фильма фильм конечно же о каком-то квартете взаимоотношения но мы видим только всегда две грани только двух действующих лиц это принципиально важно во первых это сарабанда это вот такие дуэты в конечном счете мы видим что там играет отец и дочь и дуэт не играет не получается но это вот тоже наверное открытие бергмана очень важное что в любом многоугольнике или любовном треугольнике если кто-то попадал в ситуации таких типичных даныльевских например треугольников на самом деле существует только две стороны вот он и она или она и она или он и другая она вот как-то так и поэтому то что складывается в итоге как кажется сложная конфигурация в действительности имеет вот такое только простое измерение все говорят только тет-а-тет все самые важные мысли как какому-то попутчику может быть в огонь или важному человеку в нашей жизни все равно доверяем тет-а-тет а втроем в четвером о таких темах обычно мы не разговариваем там разговор более легкий обычно непритязательный и поэтому вот что делает бергман как такой настоящий авангардист он абсолютно отказывается от ненужных киноэлементов от таких условностей нарратива и дает структуру чистых отношений где необычайно интересно как выстроено пространство время возьмите мы говорили о пространстве возьмите только время помните самом начало мы видим такой рассинхрон одни часы бьют позже чем другие в этом доме а потом еще рассинхрон в отношении экранного времени зрительского потому что когда героиня засекает минуту на самом деле проходит секунд 20 но уж слишком явно это конечно допущение так минуты не идут и поэтому в ситуации рассинхрона то есть ситуация какого-то расстройства восприятия времени в ситуации безвременья кстати как земляничной поляне где тоже часы без стрелок время остановилось мы оказываемся вот в этой удивительная уже не человеческой но не физической лучше сказать реальности а психологической реальности ментальной реальности это самое интересное ну и дальше больше оказывается что не только интерсубъективность работает у бергмана вот такие интер текстуальные мотивы как в музыке лейтмотивы раз музыкальная форма имеет какое-то отношение к содержанию то мы знаем что в музыке тоже есть аллегра анданте скерца тут например вот скерца из девятой по моему симфонии брукнера совершенно замечательная хотя и с портретом бетховена она сочетается тоже рассинхрон и поэтому вот эти аллегра анданте из керца они тоже структурируют отношения такие переключения от слез например к радости от радости обратно к печали ну и как в музыке может быть это не оправдано только просто какими-то частями раз и перешли к новой тональности к новому восприятию ну не тоже ли самые дружба и супружеская жизнь где за необъяснимыми истериками вдруг такое сразу утихомиривание отношений гармония но только чтобы снова взорваться этой самой истерикой у бергмана за вычетом вот этого всего лишнего в обстановке когда остаются только такие самые важные схемы схема слова мертвая самые важные какие-то несущие что ли конструкции человеческих отношений и очень интересно наблюдать как это правда пронизывает и жизнь каждого из нас помните сколько здесь удивительных формул каждая из которых могла бы соперничать с афоризмами киорки гора кстати первый раз слышу чтобы все равно киорки гора переверили здесь как улицу киркегар штрассе я надеюсь что каждый кто увидел заголовок книги сделал мысль на коррекцию поэтому это отнесем к юмору профессионального многоголосого перевода а так понятно что есть киорки гор тоже один из подтекстов помните не случайно последняя тема последняя тональность здесь касается тревоги вот того чувства которое не обманывает которое будет йохана среди ночи с которым он приходит к марианне с которой они уже 30 лет вроде бы никаких отношений не поддерживали и поэтому тревога это вот нас непосредственно отсылает к йорки гору и понятно тогда что на страницах этой книги на страницах этого фильма мы должны искать самые важные ответы другие формальные решения пока все никак не могу закончить с формой тоже они очень оригинальны у бергмана скажем героини выходят за пределы кадра такое декадрирование дрейеровская и возвращается потом после после крика сама это вот фигура отчаяния она где-то за кадром таким образом или не сцена а рассказ о сцене помните как много здесь отвлечения когда кто-то читает письмо или следует флэшбэк или рассказ о том что думает или чувствует другой и поэтому это вот как в новаторском свое время решение персоны где жижик говорит что это сам эротическая сцена в истории кино но это эротическая сцена не показана одна женщина рассказывает другой о том как это у нее было и поэтому рассказ без всяких флэшбэков без всяких зрительных образов он как раз поражает больше наше воображение чем непосредственный показ вот эти тоже решение необычайно важны у бергмана и когда вот такой чистой форме мы наконец подключаемся и находим общее резонирующие с нашими чувствами содержания доходим до этих самых афоризмов открытия настоящих человеческих знаний которые мы друг другу передаем нот больше никогда звучит здесь элитмотивом музыкальным рефреном то что постоянно проговаривают клянуться себе герои она же потом превращается на самом деле всегда в какую-то постоянную прочную взаимосвязь супружеские измены помните в общем-то это продолжение сцены супружеской жизни те же герои те же актеры только 30 лет спустя как у дюма и вот тоже супружеская верность оказывается связана с постоянными изменами подозрениями и нет ничего более в действительности трогательного когда эти герои вы соединяются 30 лет спустя в одной постели но уже с учетом всего этого тяжелого опыта поэтому верность в измене вот вам формула единственная возможная вам возможная верность или помните такие колебания тоже лейтмотивы эти смены олегра анданте между позывами какому-то к ненависти настоящие или отцеубийству и инцестуальным мотивом тут мы просто видим отца и дочь в одной кровати и понятно что отношения какие-то далеко за гранью обычной семейной нежности это тоже как ни странно но вот такое вот открытие что в семейных отношениях тех отношениях которые всегда на грани нормы на самом деле находятся это тоже многое объясняет другие очень красивые формулы их пока тут смотрел записывал что-то напоминаю что-то уже не могу вспомнить но тем не менее очень красиво они звучат помните отец говорит сыну восьмидесяти шестилетний отец шестидесяти с лишним летнему сыну что ты едва существуешь а тот тоже говорит о такой мерцающей манере игры о том что у него музыка мерцающая поэтому вот наше существование тоже по киркегоровски это же предтеча экзистенциальной философии наше существование тоже мерцающее мы есть и нет мы есть в глазах другого или когда он разочарован нами мы уже фактически не существуем это тоже тонко интересная игра бергмана когда человек переходит в какой-то другой регистр регистр почти например невидимый не признанной какой-то уже теперь ценности помните генрик играет в церкви на органе и в этот момент мы вместе с героиней ли фульман видим его там на высоте и и в статусе он где-то там же находится потому что музыка прекрасно и сам он хорошо играет а потом спускается и через пять минут мы видим мерзкого совершенно гадкого человечка совсем уже не того калибра и размера это произошло за пять минут опять-таки в супружеских отношениях семейных отношениях это самая обычная история когда вот таким образом тебя вдруг полностью дезавуирует тебя лишают твоего статуса онтологического ценностного ну и много таких открытий о том что например любовь не только даруется и дает счастья но и выглядит как репрессивная функция помните когда один говорит он окружал меня отец говорит о сыне опять же он окружал меня своей неприятной любовью или когда мы в письме читаем что если ты в действительности любишь надо отпустить потому что можно навредить любовью тоже вот какие действительно точные чеканные формулы которым режиссер сам далеко за 80 своем последнем фильме подводит своих зрителей и они конечно выглядят как настоящие высшие откровения я тороплюсь чтобы нам еще успеть поговорить о содержании не только о форме не только об этой взаимосвязи музыки и например содержание картины поэтому с удовольствием передает эстафетную палочку дмитрию александровичу и потом если у вас будут вопросы и у нас время мы продолжим анализ разговора о фильме последнем фильме бергмана который надо смотреть как первый ну вот мы собственно и смотрим последний фильм как первый именно потому что это квинтэссенция вообще всего творчества и если досконально с кадрами работы здесь и девичий источник здесь и сцены супружеской жизни здесь и лето с моникой и очень такие автореферентные цитаты да то есть он отсылает ко всему своему творчеству очень интересная интерпретация у вячеслав вячеславович и я с рядом вещей хотел бы согласиться и продолжить их прежде всего это связано с тем что конечно история всегда рассказывается на двоих но не на двоих потому что в любых отношениях какие бы вы не взяли всегда присутствует некто третий и как правило отсутствующий но и здесь это вот умерший человек именно анна главная героиня этого фильма потому что вся история закручивается вокруг нее любовь утрата ревность зависть ненависть все так или иначе она катализатор всех отношений выступает ну и конечно фильм про любовь в общем про любой фильм можно сказать что это фильм про любовь про бэтмен и про терминатора тоже фильм про любовь но здесь дело в том что это любовь невозможная и вот в этом формула бергмана что про любовь всегда говорят или как о мечте в последних кадрах они мечтают поехать во флоренцию но оба знают что это не состоится либо в прошедшем времени любовь это то чего не было то что не состоялось если я вас попрошу вспомнить самую большую любовь своей жизни то вы будете рассказывать во времени прошедшим они я конечно же имею ввиду маму самая большая любовь и вот две темы которые нам бергман задает любовь между родителями и детьми и любовь между мужчиной и женщиной обратили ли вы внимание надо удивительно как повторяется история вот обратили ли вы внимание что письмо которое она пишет хенрику практически повторяет то что марианна рассказывает о любви к йохану в частности одно принципиально важное слово которые там и там присутствует какое-то слово жалость конечно жалость марианна говорит как йохан жалко вы и тут скобочках скажем что он пишет книгу ты о чем страсти по иоанну это называется и это самое великое произведение баха никакого не не святого джона и точно так же зовут героя эрланда йозефсона да вот вот иоанн это он это 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 его страсти это о нем до история и она говорит он он жалок и я своей женской любовью его жалею и вот это одна тема про то что женская любовь она скорее прожал а а мужчины мужчины совершают ошибку часто они путают силу и агрессивность силу и жесткость и вот этот отец который пытается быть сильным отцом он становится жестоким отцом а любовь которую сын транслирует ему он воспринимает как такую щенячью нежность раздражающую которая вот начинает в какой-то момент бесить и вызывает в нем в нем ответную агрессию а женщины и первая вторая да они как бы занимают позицию над схваткой говорят ну мы понимаем все эти ваши страсти мужские мальчики у кого там чё длиннее кто кого сильнее у кого денег больше кто кому что должен и так дальше и так дальше и женская любовь транслируется как жалость и снисхождение такое поэтому всякий раз когда портрет анны показывают но он мне напоминает какой-то иконический образ такой то есть но это дева да все благая и получается так что мужчины ты не могут друг друга любить потому что у них соревнования происходит и вот они пытаются унижать побеждать конкурировать соревноваться и так дальше только женщина может транслировать вот эту материнскую и последняя сцена как раз об этом святой иоанн ей говорит я испытываю тревогу и сравнивает себя с ребенком который плачет она говорит ну иди к мамочке и на раздевайся иди да и вот это наивысшая квинтэссенция где в отличие от прямого инцеста до который мы видим между каран и генриком вот эта метафора такой женской материнской любви давай раздевайся и ложись в кроватку я тебя приму со всеми твоими тревогами со всеми твоими конфликтами со всей твоей ненавистью со всей твоей любовью да потому что вот это женская над над историей и заканчивается тем что женщина опять же перебирает фотографии и рассказывает историю любви которая в прошлом и здесь конечно надо вспомнить вот того философа которого здесь упомянули киркегард штрасса его зовут о том что повторение невозможно мы пытаемся всегда нечто повторить у него есть вот это рассуждение что я ностальгирую по моему парижу и хочу снова прогуляться по по улицам этого прекрасного города когда приезжаю оказывается что совсем другой париж и любой любой кто много раз бывал в париже он знает что каждый раз это другой город и любовь точно так же в любых любовных отношениях мы пытаемся повторить нечто тот идеал который у нас есть когда-то был когда-то был утрачен нами забыт мы пытаемся его реконструировать и восстановить но черт возьми это невозможные в этом трагедия что мы всегда повторяем то что неповторимо мы пытаемся повторить то что уже не существует мы пытаемся повторить прошедшее время и вот об этом фильм и только женская материнская любовь может примирить все возможные конфликты и принять человека таким какой он есть голым голодным и одиноким сарабанда это танец который на двоих всегда вот тут вячеслав вячеслав очень правильно сказал она что в отличие от всех остальных историй это всегда вдвоем это не соло и это не не сертаки но а чё тут грустного слушайте у истории сарабанда отдельная история потому что вот уже упоминаемый ларс фон триер до практически в каждом фильме гендель до сарабанда генделя которая отнюдь не веселая и мандерлей и догвиль и васингтон да так или иначе там эта музыка звучит сарабанда генделя так что это тоже отдельная такая цитата свечку не держал не могу сказать